МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выпуск новостей на телеканале АРИС, студия Меркедрасов. Здравствуйте. Сегодня глава администрации Борис Беляев побывал в двух городских школах. Он посмотрел, как здесь ведутся работы по внедрению биометрической системы безопасности в школьное окно. Екатерина Сломасина с подробностями на эту тему. Школа номер 6 и гимназия номер 1 – это две школы, которые стали в нашем городе пилотными для установки системы безопасности под названием «Школьное окно». Пока в этих учебных заведениях сейчас идет установка оборудования и его тестирование. Как выглядит система? Это турникеты на входе внутри здания школы. Около них будет дежурить охрана. Правда, пройти через турникет будет непросто. Преодолеть это препятствие смогут лишь те, чьи отпечатки пальцев, а точнее их цифровые модели, внесены в базу данных школы. Система безопасности биометрическая. Нужно приложить палец к специальному сенсору. Если система его распознает, то турникет открывается. Нажатием пальца дети при входе и выходе показывают свое присутствие или отсутствие в школе. И, конечно же, автоматически потом родители будут получать смс, что ребенок дошел до школы или ребенок ушел из школы. Данная система дает нам возможность зафиксировать, полностью ли класс подошел на начало первого урока, или же кто-то опоздал, или же кто-то по определенным причинам не дошел до школы. Все сведения автоматически регистрируются с помощью специальной программы. Она помогает контролировать не только посещаемость школьников, но и педагогов. Фиксироваться будут все, кто пришел и вышел из школы по группам. Учащиеся, педагоги, администрация, родители, техперсонал. По такому же принципу будет работать система и в гимназии номер один. Пока здесь, как и в школе номер шесть, идет установка оборудования. Сегодня вопрос безопасности жизни и здоровья детей в школах – один из главных вопросов, который старается решать государство. Установка данной системы – один из шагов в этом направлении в нашем городе. Деньги на оснащение двух школ системы безопасности выделены из местного бюджета. Это около 900 тысяч рублей. Еще один этап в работе данной системы – это установка ее в школьной столовой. Здесь она поможет родителям контролировать, питается их ребенок или нет. Екатерина Соломатина, Владимир Прищепа, Новости. Продолжаем выпуск. 29 декабря прошлого года был принят федеральный закон об образовании в Российской Федерации за номером 273. Основные положения нового закона начнут действовать с 1 сентября 2013, а некоторые с января 2014 года. Сегодня этот нормативно-правовой акт активно обсуждается в обществе. Много вопросов возникает и у руководителей образовательных учреждений. Для того, чтобы обсудить все интересующие вопросы управлением образования города, был организован круглый стол. Каков будет размер родительской платы за посещение дошкольного образовательного учреждения, плата педагогу за сетевое обучение, вопросы по семейному образованию? Эти и другие темы обсуждались на круглом столе, который состоялся в Центре детского творчества. В работе круглого стола принимают участие и руководители республиканских учреждений образования. Дело в том, что новый закон 273 ФЭЗ об образовании в Российской Федерации, который был принят 29 декабря прошлого года, вносит очень много новшеств, изменений в систему образования, прописывает правила, прописывает новые положения, которые необходимо обсудить, выяснить, насколько наши учреждения готовы к введению этого закона, к работе по новому закону и определить вектор развития системы образования на будущее. Действующий сейчас закон был принят 20 лет назад, и он устарел. Так что принятие федерального закона в образовании номер 273 ФЭЗ – требование времени, считают специалисты. Нововведения коснутся всех уровней образования. Закон позволит обучаться по индивидуальным планам и одновременно осваивать несколько учебных программ в разных заведениях. Впервые в законодательстве прописаны понятия сетевого, дистанционного, семейного и электронного обучения. Новшеств очень много. Даже новое то, что, например, у нас будут не учреждения образования, а будут образовательные организации. То есть это как раз отражение тех новых ситуаций, тех новых веяний, которые есть в образовании в целом. Участники «Круглого стола» детально рассмотрели все плюсы и минусы нормативного акта. Обсудили вопросы, которые поступили за последнее время по новому законодательству. Айгуль Мухаммедсинов, Владимир Прищепа, новости. Продолжаем выпуск. 150 тысяч сертификатов на получение материнского капитала было выдано в республике по итогам прошлого года. Это второй показатель по стране после Москвы и Московской области. Напомню, что сертификат на материнский капитал можно использовать на улучшение жилищных условий, оплату образования ребенка в качестве накопительной части пенсии матери или направить на содержание детей в дошкольных учреждениях. В нашей республике максимальное количество таких сертификатов направляется на улучшение жилищных условий, в том числе на погашение займов и кредитов, полученных на покупку жилья. Размер материнского капитала в 2013 году для тех, кто им еще не воспользовался, составит 408 960 рублей. Также с этого года появилась возможность использовать средства материнского капитала в качестве первоначального взноса по кредиту на покупку квартиры в строящихся домах. Для владельцев сертификата, которые уже распорядились частью средств, размер оставшейся части суммы будет увеличен с учетом темпов роста инфляции. К новостям спорта. 8 февраля в республике стартовали 21-е сельские спортивные игры по хоккею. В минувшие выходные на ледовой площадке физкультурно-оздоровительного комплекса «Сокол» в села Ермолаева в рамках зональных соревнований состоялись хоккейные отборочные матчи. На этот раз свое мастерство демонстрировали взрослые команды. Хоккеисты сборной Куяргазинского района встретились с командами Стерлибашевского и Меякинского районов. Хоккейная команда Куяргазинского района «Сокол» в рамках зональных соревнований 21-х сельских спортивных игр Республики Башкортостан по хоккею провела встречи с командами Стерлибашевского и Меякинского района. До начала игры всех участников приветствовал глава администрации Куяргазинского района Ахат Кутлу Ахметов. Добрый день, уважаемые спортсмены трех районов, которые сегодня приехали на соревнования по хоккею. Я с всей души всем желаю крепкого здоровья на долгие годы и спортивных достижений. И игра началась. Первым противником «Сокола» стала стерлибашевская команда. Погода и поддержка болельщиков способствовали результативной игре «Хозяев льда». Играть, 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 играть! Несмотря на атаки гостей и возникающие спорные ситуации, на протяжении всех трех периодов команда «Хозяев» вела в счете. Игра завершилась в пользу «Сокола» – 11-1. Абсолютно противоположной для куэргазинцев сложилась ситуация во встрече с командами Якинского района «Комета». Средний возраст игроков этой команды – 25 лет. На протяжении игры «Комета» была быстрее предыдущих соперников и отлично реагировала на ситуацию. Результаты этой встречи – 3-4 в пользу команды Якинского района. По итогам встречи «Комета» заняла первое место, «Сокол» – второе, стерлибаш – третье. Для тренера команды-победителя, как и для самих хоккеистов, полученный результат был очень важен. Команда противника у нас «Сокол» – это дружная, хорошая команда, собранная. Они зрелые ребята, знают, как в хоккей играть. А у нас команда молодая, перспективная команда. Мы хотели это место найти, потому что мы в финале выступаем каждый год. Доходим до финала. В финале, в финальной части – это Щекмагурс, это Раевка, это Шишма. И туда же входим и мы. Мы сегодня должны были выиграть. По количеству набранных очков «Сокол» и «Комета» вышли в полуфинал, победа в котором дает возможность показать свои силы в финале, который в свою очередь состоится в Чехмагушевском районе Республики Башкортостан. Елена Камская, Владимир Кузьмин. Новости. Что ж, на этом пока все. Смотрите новости на телеканале «Арис» и до встречи.